Военно-полевые сборы Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска прошли в минувшие выходные в Абинском районе. На сборы съехались более полутора тысяч казаков. Подробности в следующем материале выпуска. Казачьи лагеря под Абинском – это историческая территория, на которой и до революции, в период Великой Отечественной войны, казаки проходили боевую подготовку. Теперь ежегодно там проходят военно-полевые сборы, в которых принимают участие до 4 тысяч казаков. На полигоне станицы казаки выполняли упражнения учебных стрельб из боевого оружия, обучались основам минно-взрывного дела, обращению со средствами связи, навыкам радиационной, химической и биологической защиты. В программе сборов также была спартакиада по казачьим видам спорта. В Абинский район приехал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он возложил цветы у братской могилы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Побывал в походной, палаточной церкви и казачьем лагере. Также руководитель региона посмотрел, как идут занятия в разведподразделении атаманского казачьего отдела, пообщался с молодыми казаками. Во время встречи было озвучено предложение создать здесь стационарный центр для подготовки молодежи, который в перспективе пополнит ряды казаков. Вениамин Кондратьев дал атаману Кубанского казачьего войска, вице-губернатору Николаю Далуде, поручение рассмотреть возможность формирования такого центра. На место проведения военно-полевых сборов приехал глава Славянского района Роман Сенеговский. Он посетил штаб Славянского районного казачьего общества, пообщался с казаками. Военно-полевые сборы Кубанского казачьего войска проходят ежегодно с 2007 года. Нынешние сборы Таманского казачьего отдела проходили три дня – с 18 по 20 сентября.